Привет, мои красотки! И сегодня будет очень нетипичное для моего канала видео. Вообще, не по бьюти-тематике, не буду вам рассказывать о каких-то фишечках макияжа и так далее. Это будет важное видео, которое я хочу, чтобы посмотрело большое количество людей. Потому что это реально важно знать, важно понимать. И я была бы очень рада, если бы лет 5-6 назад я бы посмотрела такое видео. Почему я решила заснять это видео и о чем именно я буду сегодня говорить? Во-первых, у меня огромный, просто огромнейший опыт общения со стоматологами разного рода, разного формата, разной ценовой категории. Я лечилась и в городских больницах, и за бесплатно, и в платных отделениях. Начать, наверное, нужно с того, что генетически мне достались не самые лучшие зубы. И это не, короче, связано с тем, как человек там их чистит. Хотя это тоже очень важно, об этом мы будем говорить очень много. Это не связано с тем, что я там чищу 2 раза в день или 1 раз в день, 15 секунд или 20 секунд. Вообще не в этом дело. То есть, когда это все закладывается генетически на уровне, блин, когда моя мама была беременна, допустим, то на это уже я повлиять не могу. И, к сожалению, такая моя доля выпала. Не хочу называть свой диагноз, но, короче говоря, не очень классная ситуация у меня с зубами. У обычного человека, нормального, да, он может там, ну, тоже чистить зубы, допустим, 2 раза в день. И он там обратится к стоматологу, ну, раз там в 2 года, потому что что-то там поболит. А многие из моих знакомых вообще говорят, я последний раз в стоматологии была там лет 7 назад, когда мне пломбочку ставили. Ну, короче говоря, прикольно. У меня совершенно другая ситуация с зубами. У меня сейчас примерно такое состояние зубов, как у среднестатистического человека лет в 40-50. То есть, мне столько уже всего с ними наделали, столько часов, проведенных в стоматологическом кресле у меня было. Может быть, когда-нибудь придет время, и я действительно смогу вообще рассказать об истории моих зубов и об истории всех операций, которые я провела. Ну, не в плане, там, просто кариес подлечила, да, а реально серьезных глобальных, которые повлияли и на мою психику, и на эстетику моей улыбки. Но сегодня мы поговорим с вами о гигиене зубов. И это не вопрос того, насколько хорошо мы, опять же, чистим зубы по утрам и вечерам. Это намного более глубокий вопрос. Где-то до 19 лет у меня была куча стереотипов, куча неправильного восприятия всего того, что у меня происходит во рту. С сентября 2017 года я обратилась к стоматологу высшего, так сказать, класса, то есть очень дорогостоящей клиники. Казалось бы, с простыми какими-то вопросами, но у меня там было парочка вопросов по зубам. Оказалось, что мой план лечения будет расписан аж примерно на 2 года. И это не типа поставить брекеты на 2 года, нет, а мы с зубами будем заниматься примерно такое время. Но я не об этом, а о том, куда меня послали в первую очередь. А послали меня на гигиену зубов. Я думала такая, типа, что такое гигиена зубов? Может быть, меня там просто проведут инструктаж, типа, нужно очистить зубки 2 раза в день. Нет. То, что я узнала на гигиене зубов, перевернуло таки мою жизнь, потому что в моем случае, в моей ситуации, вот на все эти кариозные процессы, на образование кариеса в организме, нет, в ротовой полости, влияют определенные бактерии, как и у каждого человека. Так вот, у меня этот процесс очень ускоренный. То есть у меня очень быстро бактерии распространяются по ротовой полости. кариес, он просто, ну, типа, не годами, там, месяцами появляется, а вот так. Я не знаю, как это простыми словами объяснить, но, короче говоря, гигиена это единственный и самый важный способ, которым я могу хоть как-то себя от этого оберечь. И, в принципе, точно так же у каждого человека, но, разумеется, не у всех такие проблемы, как у меня. Но, тем не менее, чтобы не иметь хотя бы такой же ситуации, как у меня сейчас, к годам 30, 25 или 40, я хочу вам все это рассказать и объяснить, почему то или иное важно. Итак, первое, что я бы посоветовала любому человеку любого возраста, ну, там, вроде, когда у вас молочные зубы еще нельзя, но я думаю, что вам не 10 лет, или когда там молочные зубы последние выпадают, ну, ладно. Это сходить на гигиену зубов. Она так и называется, профессиональная гигиена зубов. Длится примерно полчаса. Многие думают то, что гигиена зубов это равно отбеливанию зубов. Нет, после этой процедуры, конечно, зубы могут стать белее, но в некоторых ситуациях. На профессиональной гигиене зубов удаляют тот самый налет, который мы якобы должны удалять каждый день зубной щеткой, но этого недостаточно. Даже если вы будете офигенно чистить зубной щеткой свои зубы, это все равно не то. То, как работает врач-гигиенист, стоматолог, это вообще не сравнится, конечно же, с нашей домашней чисткой, но это не означает, что дома не нужно чистить зубы. Конечно же, нужно. На гигиену ходят примерно раз в полгода, раз в год кто кому как советует. Мне сказали ходить раз в три месяца. На профессиональной гигиене удаляют зубной камень, если он у вас есть. Убирают налет, полируют ваши зубы и консультируют о том, ну, это в хороших клиниках, я думаю, должны консультировать о том, как вам нужно заниматься дома гигиеной, что вам для этого необходимо приобрести или что, как использовать. В лучшем случае, там, с вами перед зеркалом прям чистят зубы, как и вы делаете это дома. И показывают, где вы там неправильно что делаете. Многие до сих пор, у меня тут, знаете, сзади вот эта вот штука есть, я как будто сегодня стоматолог. Многие до сих пор чистят зубы вот так. Классно, супер, никогда так в жизни, пожалуйста, не делать. Я вам, конечно, сегодня об этих азах не буду говорить, сегодня будет более тяжелая информация, но я надеюсь, что вы знаете, что зубы нужно чистить сверху вниз, снизу вверх, как бы выметающими движениями. И изнутри, и снаружи. Окей, первый мой стереотип, который просто я пришла на гигиену, он разбился в дребезке, когда мне спросили, ну типа, а ты как чистишь зубы-то? Я такая, ну типа, щеткой и зубной. А нитью зубной почему не чистишь зубки-то? В твоей-то ситуации особенно. Я такая, в смысле, а зубная нить, она же это, ну пломбы достает. Просто на меня с такими глазами посмотрели, типа, прикольная инфа, откуда ты это взяла? Самое главное, что мне это сказал стоматолог, но в другом городе. Мне действительно зубная нить доставала пломбы, но не потому, что, блин, зубная нить такая офигенно плохая, а потому, что мне пломбы такие поставили, причем даже на передних зубах. Я говорю, у меня очень огромный опыт с зубами, со стоматологиями, с замечательными врачами, которые делали очень прекрасные вещи. Конечно же, если мне ставили пломбу, которая, блин, не отполирована никак, она просто стояла не ровно, не красиво, то зубная нить, когда прочищаешь зуб, разумеется, она застревала, и мне пару раз действительно пломба, кусочек прям выпадала. Стереотип разбит в дребезги. Зубная нить, это необходимейший момент при чистке зубов, при домашнем использовании гигиенических каких-то средств, полости рта, зубная нить должна стоять на втором месте, на первом щетках. Ну а теперь, наверное, по порядку с каждой штучкой, которая сейчас находится на моем, хотелось сказать, туалетном столике, но нет, это просто стиральная машина. На ней стоит вот такая вот подставочка, и здесь все наши щетки, все наши приспособления. Моя чистка зубов представляет какой-то процесс, я не знаю, мне нужно прям готовиться к этому, это прям минут 20, реально. Это спокойно может остановить и предотвратить все ваши кариозные процессы, которые происходят в ротовой полости постоянно, то есть там постоянно развиваются бактерии, живут, переходят с одного зуба на другой. Кстати, к вопросу о зубной нити, я-то думала, почему у меня всегда мои пломбы, которые мне делают, ставят, они между зубов, они действительно, то есть вот зуб взять, да, и вот у меня пломба вот так вот, а рядом соседние зуб пломбы вот так, так потому что я нитью не чистила никогда, у меня там бактерии жили, я не знаю, поедали сладкие мои шоколадки, которые не прочищались, потому что щетка большая с этим справиться не может. Это касается абсолютно каждого человека, бактерии у нас в ротовой полости живут очень хорошо, там очень благоприятная среда для того, чтобы размножаться, строить там шалаши, и поэтому я вам сейчас по порядку обо всем расскажу, чем я пользуюсь, почему, и что для чего нужно. Я не буду вам говорить, что вам нужно определенного типа щетка, ну, в смысле, вот обычная основная, потому что у всех по-разному, у меня это просто средняя жесткость, и не обязательно какая-то супер крутая, там электрическая, неэлектрическая. Самое главное, это то, как вы ею чистите. Это сверху мы проходимся вниз, по абсолютно всей челюсти, изнутри точно так же, сверху вниз, выметающими движениями. Точно так же действие снизу, выметающий, то есть от десен кверху, от десен кверху и изнутри. Затем это движение по жевательной части, я сейчас не буду, наверное, это показывать, но это вот эти вот движения, когда мы открываем челюсть по жевательной части, то есть все, что у нас там забилось, вот эта щетка большая, с большими кусочками пищи, она справляется. Ну и, конечно же, просто в конце это круговые движения, вот так вот прям по кругу, замкнув челюсть, вот так вот проходимся. Это здорово. Дальше у меня всегда идет монопучок. Что это такое за фигня? Это вот такая вот замечательная вещь. Выглядит она как маленькая щетка, которую я вам только что показывала, но с такой щеточкой, направленной просто в одну сторону, и они очень густо набиты, и они достаточно жесткие. Для чего она нужна? Для труднодоступных мест. Как мы ей работаем? Мы ей работаем маленькими круговыми движениями, прямо вдоль зубика, полностью и снаружи, и изнутри, и занимает это примерно 2-3 минуты. Если представить, что вот это зуб, в основном это у десны именно и между зубами. Вот этот монопучок справляется с этим замечательно. Но и это не все, потому что более мелкий налет, и более мелкие бактерии, и более мелкие остатки пищи, которые засоряются между зубами, там так и остаются. Особенно если у вас близко зубы посажены друг к другу, то особенно тяжело. С этим справляются йоршики, которых у меня тоже предостаточно. Вот такая красота. Но, конечно, я использую не все 5, я использую на самом деле самые маленькие, потому что у меня зубы близко посажены друг к другу, и у меня некоторые йоршики просто даже не пролазят. Зачем нужны ёршики? Ёршики так прикольно построены, так замечательно входят в эти места между зубами, все бактерии, которые там забиваются, маленькие-маленькие, все остатки пищи, они так выскребаются, и то есть получается ёршик на той ёршик, что у него вот эта вот часть, как у ёршика для унитаза, да, представляете, щетинками в разные стороны, то есть это не повреждает зубы, это все нормально, проходит, окей. Но такого вот проникновения достаточно для того, чтобы ребята, которые были сцеплены бактерией всякие друг с другом, хорошенечко там слиплись, к нашим зубкам прилипли, они выгребаются оттуда, и все, они жить там перестают, но на день, но всего лишь на один день, понимаете? Если ваш ёршик вот такой вот маленький проходит слишком свободно, это означает, что он вам не подходит, но именно для этой области зубов, возможно, он подойдет для других областей, где там более узкое пространство, но если вы прям такие просовываете и не чувствуете, что ему так плотно идется, это не ваш ёршик, нужно начать еще более большой. Вот, у меня вообще он самый маленький, на полтора вроде миллиметра, и он у меня замечательно прочищает самые трудодоступные зоны. Подходим к самому интересненькому, зубная нить, которую я сейчас просто обожаю, я на нее подсела, действительно, и я раньше себя заставляла ее пользоваться, сейчас я просто жизнь свою без нее не представляю, я даже иногда просто после завтрака, прополоскав рот, захочу там почистить где-нибудь какие-нибудь остатки пищи, убрать. Мы отматываем достаточно большой отрезок, здесь есть такая штучка, которая помогает. Как делаю лично я, я наматываю вот так вот на несколько пальцев, прям просто зубную нить, и здесь такой натяг организуется. И прям вот этой вот частью, которая у нас появляется, где-то 2 см, я прочищаю каждый зуб. Просто аккуратненько заходим, опираемся на один зуб, будто бы соскребаем оттуда бактерии, точно так же опираемся на соседний зуб, соскребаем бактерии, все. Этот отрезок у нас пройден, там вот так заматываем, здесь отматываем наоборот, и вот здесь чистый отрезок, и мы начинаем следующий там интервал им чистить. И так мы проходимся между всеми зубами, и только после этого этапа можно сказать, что вы молодцы, вы сделали максимум для того, чтобы бактерии вашей ротовой полости распространялись и развивались, и строили шалаши не так быстро. Также у меня есть такие штучки под названием шпатели для языка, как мы знаем, на языке содержится очень много бактерий, они просто чистят ваш язык, они недорогие. Кстати говоря, можно то же самое делать обычной щеткой, даже вот этой стороной, то есть ничего там страшного нет, главное, чтобы вам больно не было. А насчет того, как часто менять эту щетку, это 2-3 месяца примерно, то же самое, монопучок, 2-3 месяца. Йоршиков хватает примерно на 2 недели, но они продаются обычно комплектами, там много внутри, но потому что они реально, они аж вот такие вот искривляются, потому что ты же проходишь там между зубами, они подвижные, они из проволоки. Что еще я делаю, что еще употребляю, можно так сказать, чтобы кариес не так быстро развивался в моей полости рта? Я рассасываю таблетки, точнее это постилки с ксилитом. Это не реклама абсолютно мне, это просто посоветовал врач, у меня закончилась, кстати, пачка. Называется ксилитол. 94% состава этой постилки это ксилит. Ксилит это древесный сахар по-другому, объясняю, что он делает. Микроорганизмы, которые у нас распространяются в полости рта, они очень любят сахар. Почему вот говорят, что там леденец или всякие чупа-чупсы, это самое худшее для зубов, что может быть, потому что бактерии просто такие жили-жили, ну что там, салатик поели, что-то еще, а тут только оп, сахар, просто. Они так сильно размножаются, они так сильно активизируются и так сильно начинают поедать наши зубы. Так вот, ксилит, так как это древесный сахар, но он натуральный, природный сахар. Бактерии думают, что это тот самый сахар, потому что действительно сладенькая штучка, она очень приятная. И микроорганизмы думают, что это настоящий сахар, идут на ксилит на этот, а это не тот сахар, это природный сахар, и они его не могут, короче, есть, и они такие откидываются. Вот эти пастилки нужно есть чуть ли не 4-6 раз в день, в неделю, хотела сказать, нет, в день, представляете? Собственно, каждый раз, когда вы покушаете, если у вас есть возможность после завтрака, обеда и ужина тут же полоскать рот и все это извлекать из рта, то это будет еще лучше. Кстати, я промолчала насчет пасты, я просто не хочу рекламировать какую-то именно пасту, потому что это вам скажет реально ваш лечащий врач. Нам, допустим, с Денисом наш гигиенист прописал определенную пасту, которая снижает кариозный процесс. И он, допустим, там, это лечащая реально паста, я не могу вам ее сейчас посоветовать, потому что ее должен выписывать врач. Но единственное, что я могу сказать, все пасты, которыми я раньше пользовалась, вот эти вот пасты из масс-маркета, там, рублей за 70, за 60, за 100, узнала то, что они просто, ну, ничего фактически не делают. То есть, в них смысла столько же, сколько в воде, которая из-под крана тетет. Ну, чуть-чуть еще освежает. Я даже устала чуть-чуть. В общем-то, девочки, очень надеюсь, что вам эта информация была полезна, что я не просто так, честно, говорила 32 минуты, офигеть. Я могу говорить об этом еще в вечность. У меня со стоматологами история вечная, мне кажется, еще очень долго будет продолжаться. Но я очень рада, что буквально через несколько месяцев я уже приду к такому результату, который просто меня саму очень будет радовать. Сейчас, когда в очередной раз я иду к стоматологу на 2 часа, у меня всегда сеансы по 2 часа, примерно 3 раза в неделю, я сижу, слушаю аудиокнигу и думаю, ну, ничего, ничего. Зато к июлю у меня будет замечательный результат, я буду очень довольна. Ну, потому что это здоровье, это не зря все. И делитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам, потому что мне, как никогда, нужна сейчас обратная связь. Я не знаю, как вы восприняете это видео. Надеюсь, что помогла кому-то, была полезна. И я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Пока-пока. Продолжение следует...